Мое положение в МАП-методе, положение вообще психологии в практической работе Марианы Лэнской, то здесь, в принципе, надо, например, даже если мы посмотрим на название, то даже в названии есть два термина, которые очень хорошо изучены в психологии, являются все-таки психологическими, на мой взгляд, терминами, чаще всего используются это мотив, мотивация и игра. И то, и другое слово, оно про психологию, и на мой взгляд, как раз, ну, вот этими двумя вещами я и занимаюсь в контексте работы реабилитации по МАП-методу. Если мы говорим про мотивацию, то здесь, безусловно, в первую очередь мы говорим про мотивацию общения, мотивацию коммуникации, которая выстраивается, актуализируется, включается путем разных методик, но в частности, форт-тайм – это как раз та методика, которая актуализирует и формирует потреб. И мотивация еще, если говорим про это слово, то это, конечно, моя работа с контактом и негативизмом. Ну, ребенок неречевой, ты и речевой тоже, есть негативизм, связанный с возрастами определенными. Это вот та реакция первая, что происходит у ребенка, когда он встречает другого взрослого или даже родителя, который с ним начинает общаться. Ребенок, не понимающий речи или ребенок, не говорящий в контексте нашей все-таки жизни, где вербалика является основным способом донесения своих желаний, своих мыслей, он остается без основного способа взаимодействия. У него больше практически нет возможности что-либо сказать родителю или специалисту. И поэтому остаются невербальные всякие возможности. И невербальные возможности – это всякие истерики, это всякие протесты, протестные проявления, которые в какой-то момент фиксируются. И там, в общем, не дает возможности, например, работать специалисту и логопеду. И вот об этом, как раз о том, как работать, например, с негативизмом, что это такое, от чего он берется и как отличить возрастной негативизм, то есть негативизм, который связан с возрастными кризисами, негативизм, который связан со стрессовой ситуацией постоянной, я буду, например, говорить как раз на этих обучающих тренингах 17-го, которые начнутся 17-го числа. В частности, это по возрастной психологии будет такая часть, одна из возрастной психологий. Если мы говорим про неречевого ребенка, то он находится в постоянной ситуации невозможности реализовать свою потребность в общении. Потребность в общении – это вещь, которая возникает у младенца еще. Она формируется в первые два месяца, по большому счету, и дальше потихонечку реализуются более массивные структуры психологии. И влияет на развитие вообще ребенка. Когда у ребенка нет возможности в какой-то момент естественным способом общаться, общаться через речь, то, возможно, потребность в общении будет затупать. И иногда приходят дети, у которых нет инициативы в общении, у которых другой не вызывает никаких эмоций. Я не говорю это про аутистический спектр, я не говорю про аутизм. Это отдельная история. Это так называемые вторичные аутистические черты, когда сам симптом этот является симптомом первичного диагноза. И тогда это моя работа скорее уже даже не как игрового терапевта, на самом деле. Это работа уже как психотерапевта. И, собственно, в контексте и в рамках работы по реабилитации в мат-методе, на мой взгляд, у меня есть три такие функции, которыми я занимаюсь. Я, собственно, занимаюсь развитием игрой и игровой коммуникацией. Я занимаюсь, собственно, детской психотерапией для того, чтобы вот все эти нюансы, помогать ребенку реализовывать свой интерес, восстанавливать этот свой интерес к общению, инициативу, чтобы он переступил, пережил все те переживания и эмоции, и чувства, которые у него возникали, когда его не понимают. И третье, наверное, это детско-родительские отношения, то есть некоторое донесение до родителя, рекомендации, которые можно делать для того, чтобы как-то помогать ребенку. Поэтому мне кажется, что психологически база для специалистов и для родителей неречевых детей очень важна. И для того, чтобы понимать причину следственной связи.